После того, как все это случилось, была какая-то боль, абстракция. На самом деле жизнь очень сильно поменялась. После матча звезд сюда прям приходили целые экскурсии. Тебе зачем это вообще? Пытаюсь людям объяснить, что я получаю от этого удовольствие. Продолжение следует... Это помещение мы получили в пользование, скажем, не так давно. Пока здесь не очень красиво, пока здесь все только обустраивается. Но через месяц, максимум полтора, здесь уже будет все очень даже достойно. Здесь будет усесть проектор, здесь будут баннеры, здесь будет ремонт, здесь будет нормальный свет. Пока мы только начинаем собирать экспонаты музея в том числе, очень надеюсь на помощь наших зрителей. Поэтому, как говорится, примем в дар все, что вы нам принесете, от имеющего отношения к хоккею. И я прям вижу это помещение, как некоторую точку притяжения нашего дворового хоккея в городе Омске. Елена Вьюхина – президент благотворительного фонда развития спорта имени Александра Вьюхина. Региональный представитель ночной хоккейной лиги. Развивает дворовый хоккей в городе Омске. Воспитывает двух дочерей. Знаете, это изначально начиналось во имя. А сейчас это уже просто желание что-то сделать хорошее, приятное для этого города. Все-таки это мой город, я его люблю, как будто ни говорилось. И на самом деле очень приятно делать такие вещи, а уже, наверное, не можешь без этого. То есть, когда ты начинаешь заниматься, думаешь, для кого это, для чего это, будет ли отдача. А когда ты видишь отдачу от того, что делаешь, на самом деле, что это нужно и востребовано, все, ты уже не можешь остановиться. Да, социальный проект. В этом может принять участие кто угодно и поддержать нас тоже может кто угодно, чем угодно. Своим даже элементарным присутствием в наших соревнованиях и то, чтобы болеть за мальчишек. Это уже тоже будет хорошая поддержка. Мы начинали в 2014 году. Это был практически полностью альтруистический проект, который был основан на собственных деньгах, инициативе таких сумасшедших людей, наверное, как Станислав Романович. Ну, сумасшедших в хорошем смысле этого слова, да, активных, как Станислав Романович Первушин, ну и, собственно говоря, я. Вот, мы начинали с четырех команд в центральном округе. После этого мы презентовали эту программу, и она уже получила дальнейшее развитие. Естественно, вышли на уровень города. Это сначала была одна возрастная группа. Теперь это 12 локаций, скажем так, это 12 катков, на которых занимаются уже по две возрастные группы. То есть, понимаете, это уже 24 команды. Плюс в этом году стартовал еще один, как проект в проекте, можно его так назвать, для малышей. Это будет еще плюс 8 команд. То есть, понимаете, уже масштабы, да, четырех команд в 2014 году, сейчас тоже практически 32 команды. «Школа молодого судьи». Это, опять-таки, идет продолжение наших проектов, которые мы уже рассказывали. Это про дворовый хоккей. Просто ребята, когда выходят уже из возраста наших дворовых команд, из возраста «Золотой шайбы», дальше мы им предлагаем оставаться в хоккее, но уже в качестве судей. Поэтому у нас есть предварительная договоренность, что они будут проходить здесь обучение и, как бы, тренироваться как раз, опять-таки, на наших командах. То есть, двух зайцев мы убиваем, получается. Мы получаем и квалифицированных судей, которые понимают, да, как нужно судить, что нужно делать судье в поле. Это, опять-таки, получается, наши дети, которые, вырастая, остаются востребованы. Всегда вопрос, который я слышу от тех, кто более-менее о чем-то соображает в хоккее, да, я говорю, тебе зачем это вообще? И вот здесь я, как бы, пытаюсь людям объяснить, что я, там, получаю от этого удовольствие, что мне нравится то, чем я занимаюсь, что это какая-то моя лепта, что это вклад, это, там, дай памяти моему Саше. Как-то, как-то, все равно нет такого, знаете, как бы, серьезного отношения, что ли. Каждый раз приходится доказывать, что ты, на самом деле, это нужно, что ты, это не номинально, что тебе это не профанация какая-то, это не для статуса, это не для ничего, что ты, на самом деле, можешь работать и можешь приносить пользу. Здрасте. Да, здрасте, Антон, не удивляйтесь, не часто в таком виде, но тем не менее. Пойдемте сюда. Присаживайтесь. Спасибо. А я за ним поухаживаю сразу же, хорошо? Это непривычно. Мой любимый Иван-чай, да. Я на правах хозяйки имею право, да. Конечно, мне нравится, когда я выгляжу хорошо. Но так как у меня никогда нет времени, постоянно куда-то бегу, и на самом деле приведение себя в порядок занимает очень много времени, я не могу быстро накраситься и побежать. Я лучше просто побежала и больше успела зайти. Так как я живу на два города, у меня все очень плотно, особенно в Омске. То есть в Питере у меня более расслабленный режим, там я могу себе позволить выглядеть соответствующим со своим настроением. А здесь вот у меня я проснулась, все, я бегу, у меня там по 6-8 встреч на день получается. Куча проектов, мы ездим и в деревне. Тем более на каблуках. Пальду не очень удобно, а если он про зимний период говорит по коробкам, тоже не очень хорошо. Как ты выглядишь, важно для того, чтобы произойти какое-то первое впечатление. Когда ты уже с людьми работаешь, они уже не смотрят на то, какой ты внешне, они уже как-то оценят тебя по внутренним качествам. Я опять в этом году пошла учиться. Я подала заявление, подала документы в магистратуру в Сибух. И вот буквально сейчас, через 15 минут, с вами попрощаюсь и поеду подписывать заявление на поступление. Фотографию уже сделала. Конечно, лучше было бы сегодня, но ладно, такие тоже пойдут. Учиться всегда хорошо. Мне нравится, я постоянно чему-нибудь учусь. Но здесь уже возникает вопрос от того, что у меня на самом деле не хватает знаний в той направлении, которым я занимаюсь. То есть я пошла на управление спортивными объектами, а так как у нас много площадок, много команд, нам нужно все это организовывать. И нужно понимание уже, скажем так, более профессиональное того, что ты делаешь. Все, чем я начинаю заниматься, я пытаюсь получить классическое представление о том, как это должно быть. То есть я сначала пытаюсь научиться, а потом уже учить людей, собственно говоря, что кому делать и как. Моя база в образовании – это экономическая. Когда я заканчивала наш технический университет, после этого, ну, наверное, классическое сочетание, я получила юридическое образование, тоже в Омске. Потом у меня было несколько специализаций, там был оценщик, там были еще дополнительные курсы относительно ресторана. К каждому обучению оно под какую-то конкретную задачу идет. А единственное, немножко запоздала с спортивным образованием, но, как видите, все равно к этому пришла. Костя, а какой из них варочник, какой из них фильтр? Говорят, женщина на пивоварне, все равно, что женщина на корабле внизу солод дробится, смешивается с водой, потом и добавляется сюда. После этого получается сусло пивное, которое фильтруется, доводится до кипения и дальше идет туда. Все в нашей жизни происходит случайно. Началось все, наш путь в пивоварню вместе с Александром начался с конфликта с Олегом Валерьевичем. У него было тогда заведение, он руководил заведением, которое называлось «Мельница». И вот у нас там случился некий конфликт. То есть я пришла с претензией, что мой муж там отравился и вообще выдает некачественный продукт. Но из-за этого конфликта получилась очень большая, долгая, крепкая дружба. В итоге мы выяснили, что у Саши просто своеобразная реакция организма на некоторые ингредиенты пищевые. И, собственно говоря, кухня тут абсолютно ни при чем, и ресторан в том числе. Но дружба началась, обменялись контактами, начали часто встречаться, начали часто общаться, начали находить какие-то общие темы помимо, скажем так, еды. Начали дружить. И в определенный период Саша и Олег сошлись на том, что они оба очень любят пиво, знают, что такое правильный напиток, и что у нас его нет. Так родилась сама идея, было много вложений. Для меня это вообще было очень странно, непонятно. Я сюда очень долгое время не сувала свой нос вообще никак. Я могла только так ходить, удивляться, что-то бурчать по-своему, что мне то не нравится, это не нравится. Естественно, было много претензий, потому что сколько времени здесь проводишь, вообще что-то ты делаешь. Вот сейчас уже по прошествии столько времени, столько лет, Саши уже нет, к сожалению. Но занимаясь его теперь функционалом, который не достался в наследство, я понимаю, что да, здесь для того, чтобы работала, для того, чтобы все это приносило радость людям, здесь на самом деле нужно жить. И как часто я бываю в Омске, я практически 80% времени провожу здесь, остальные 20% в хоккее, поэтому друзей практически не вижу, кто меня ловит, то либо здесь, либо на площадках. Правила ведения бизнеса от Елены Вьюкиной звучит прямо так замечательно. Я не считаю себя на 100% бизнес-вумом, это немножко не мое. Я больше себя позиционирую как помощника, потому что у нас есть очень хороший управляющий партнер, я им полностью довольна, я претензий к нему не имею никаких. И лезть сюда, допустим, что-то свое приносить, я могу рекомендовать. И он уже будет решать, примет он это или не примет. То есть я часто стараюсь внести что-то свое, но не навязчиво. Все равно у бизнеса должен быть один руководитель, а все остальные могут только помогать, либо контролировать, либо наблюдать издалека. Мое личное замечательное правило, если у человека все получается хорошо, не мешай. Этот зал, он сам по себе получается особенно, это зал славы, скажем так. Это наш своеобразный музей. Сначала он был посвящен только Саше, но в дальнейшем начало развиваться. Мурашки по коже бегут каждый раз, когда я начинаю об этом разговаривать. Потому что этот зал, он каждый раз почему-то разные воспоминания привносит. Олег тоже самое говорит, что для него этот зал особенный. Здесь, когда никого нет, когда он встаешься один-один, очень много саженных вещей, очень много именно его какой-то энергетики. И почему-то часто именно мысли о нем приходят. Сюда первое время приходили на экскурсию мальчишки из Майбратарской школы. Это прям был отдельный пункт программы, что их здесь посетить, посмотреть. И про каждый предмет нужно было рассказывать. Особенно шлем вызывал бурю эмоций. Почему именно такая картинка на нем? Очень много интересного. Опять-таки клюшки здесь и игровые, которые висят. Это прямо боевые такие, рабочие. Каждый со своей историей. Майки, которые здесь, свитера, извиняюсь, игровые представлены, тоже это прямо уникальные вещи, которых невозможно нигде не взять, не продублировать. Вот. Поэтому особенно где-то, наверное, 11-12 год после матча звезд сюда прямо приходили целые экскурсии. Было очень мило, интересно. Очень приятно, что люди помнят и ценят, и Сашу считают своим, как бы, наверное, даже символом. Всегда был очень чистый в душе, в поведении, в поступках своих. И зачастую это даже некоторой наивностью отдавало. Я, естественно, в то время очень злилась по этому поводу. А сейчас мне кажется, что это лучшее, что каждый человек должен себе воспитывать. Именно вот такое наивное и чистое отношение к окружающим, когда ты в каждом человеке видишь что-то хорошее. И надо было умудриться, чтобы убедить Сашу в том, что его кто-то где-то использует, кто-то к нему плохо относится. Это было. Да нет, ты что? Это прямо шок всегда вызывалось. Я говорю, да ты не права. И этот хороший, и этот хороший. Они только там о любви и о мире думают. Вот. Поэтому его отношение очень транслировалось на все, что его окружало. Наша встреча с Сашей – это вообще какое-то чудо истечения обстоятельств сплошных. Потому что когда мы с ним встретились первый раз, мы даже не подумали, что мы когда-нибудь встретимся во второй. И это была череда, на самом деле, настолько случайных, неожиданных встреч в нашей жизни, что, наверное, это была судьба, и я бы от нее не ушла никуда. Так же, как и он. И самое... Как бы не сопротивлялись его друзья нашим отношениям, мои родители или друзья нашим отношениям, а вот то, что настоящее, оно в любом случае пробьется и получит признание. Потому что это было искренне, поэтому нет. Если бы не было Саши, если бы он занимался чем-то другим, то это был бы не хоккей. Но так как появился именно хоккеист, поэтому хоккей. А сейчас меня просто несет хоккей. И я много раз уже говорила о том, что у меня ощущение такое, что меня подруливают сверху. Одно время я сопротивлялась всевозможным движениям, а сейчас я просто плыву и плыву, и получается достаточно хорошо. Сложно возвращаться именно в ту ситуацию, прокручивать о том, как было, если бы, а что-то было бы по-другому. Но вот как случилось, так случилось. А год после, ну, его сложно вспоминать, он как-то очень в таком вот тумане идет. И вот единственное, что вот именно сейчас начинаются воспоминания о том, как бы сделал он, как бы он сказал, как бы он отреагировал. Вот именно сейчас, почему-то, когда прошло уже столько времени. Потому что сразу после того, как все это случилось, была какая-то боль, абстракция. На самом деле жизнь очень сильно поменялась. Пришлось очень сильно перестраиваться. и сейчас она вот только более-менее, может быть, год, может быть, два вошла в какое-то определенное русло, и я уже могу себя позиционировать как самостоятельный человек. Даже вот, ну, до такой степени. Потому как даже еще, наверное, года три назад меня никто не воспринимал здесь, кроме как Сашину жену. Поэтому это несло все равно определенную долю ответственности. Но, наверное, это будет всегда со мной. То есть я всегда буду нести ответственность за него. Потому что многие ждут от меня каких-то поступков, которые были свойственны ему. Но я стараюсь выполнять. Но сейчас уже меня начинает отпускать. Я обретаю некую самостоятельность в своих движениях, действиях, поступках. Я уже как бы не то что оглядываюсь на то, что вот я с ним, я при нем. Я уже где-то больше сама. Ну, столько лет уже прошло. Уже как-то, наверное, это более-менее естественно. Мне было очень сложно оставаться в этом городе. И, может быть, полегчало мне после того, как моя старшая дочь заявила желание учиться в Питере. Я ее поддержала. Мы переехали туда. И вот именно вот этот отъезд, он сыграл, наверное, свою знаковую роль в моей жизни. Потому что меня именно отпустило, когда я уехала. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Юля, я снимаю, ты снимай. И сам русский. Это реально, это горько спиной. Кофей не было, в которой была скидка. Собака. Мы же в основном детей пытаемся все построить под себя. Мы выбрали для них будущее определенное, пытаемся их выточить под то, что мы для них хотим. И не всегда это соответствует тому, что они на самом деле хотят. Мне пришлось в определенный момент признать то, что дети мои не хотят того будущего, которое я для них придумала. Тяжелый был процесс, болезненный. Но сами они себе придумали жизнь. Я думаю, не хуже, а может быть даже лучше. По крайней мере, это их жизнь. Я пытаюсь поддерживать их в этих начинаниях. Мы стараемся ее не бесить. Мы стараемся не мешать. И что так не бесить. Когда она приезжает, стараемся как-то подобраться в квартире. Вот именно перед ее приездом за пару часов. Эти девочки, которые сами по себе, как дядя Федора Спартаквашина, по-другому их не назвать. Как там был сам себе мальчик, вот это вот сами себе девочки. Что-то им указывают, приказывают. Это вообще бесполезно. И вот жесткие методы воспитания это вообще не про нас. Было забавно больше, когда ты затылок выбрила? Да, но я выбрила затылок себе не так давно. Прихожу домой и такая, мам, смотри. Это было забавно. Она сказала, почему там треугольник, а не полностью голова выбритая. Самое страшное, когда мне что-то не нравится, я заставляю их приводить аргументы. Летом я сказала маме, мам, я хочу покраситься в розовое. Она такая, хорошо, иди. Я говорю, убеди меня, что это тебе нужно. Ну да, нашла выводы, то есть какие-то свои сделала. Я привела аргументы, с которыми я не смогла поспорить. Ну и так вот, в основном, они меня давят. Наша мама, в принципе, классная. На самом деле, нет, очень классно, что она очень открытая. И вот в плане ко всему новому, потому что, не знаю, если у нас какие-то перемены происходят, она не воспринимает это в штуки. Смотрите, просто улыбка вашей сестра. Вот просто посмотрите на это и поймите, что это как бы нормально, что это все воспринимается и поддерживается. Это, наверное, знаете, с чем связано? Едите у меня в дебаты, научились играть обе две. Вот, и педагог был очень сильный. Поэтому сейчас с ними спорить бесполезно, заваливают аргументами. Не знаю, если я завтра скажу маме, что, мам, я хочу, не знаю, заниматься конной ездой, мне скажут, отлично, дочка, вот тебе шлем, вот тебе наколенники, езжай. Сейчас они уже в тот период вошли обе, что они сами принимают решения, сами отвечают за свою жизнь. И, как мне старший говорит, самое страшное, когда у тебя спрашиваешь что-то, да, там, что мне сделать, так или так, в ответ получаешь, давай подумай, реши сама. То есть это твоя жизнь, ты будешь ее строить. То есть я заставляю их принимать решения такие, скажем, осознанные, как в какой вуз пойти, чем заниматься, какое выбрать хобби, бросить или не бросить, там, участвовать в каком-то мероприятии или не участвовать, как участвовать, в какой форме. Очень много, но я заставляю принимать решения самостоятельно. Эта собака пьет все, тем более это какао было, а не кофе. Мася, вымыть свой носик, пожалуйста. Я понимаю, что Томск – это мой город, что я никуда от него не денусь, но именно вот этот отрыв, вот эта вот пауза психологическая, она как раз, может быть, и вернула меня в нормальную, в реальную жизнь. Вот, наверное, так. Степанович хороший, Степанович замечательный. У меня с ним очень много что связано. Здесь был ресторан, который назывался «Иван Васильевич» или «Иван Васильевич меняет профессию», не помню. Он был очень недолго, но он был очень такой своеобразный, специфичный. А мы с Сашей всегда любили какие-то вот новые места для себя открывать. И вот после игры едем с друзьями сюда. У меня тогда как раз появилась машина. Первая большая, хорошая, это был RAV4. На него повесили кенгурятник. Я за рулем, едем с детьми. Большая толпа. Приезжаем сюда парковаться, и я слышу такое… И повисло. Я думаю, ну все, трындец. Извиняюсь за мой французский. Мы снесли Степанычу голову. В итоге выходим. Машина висит на Степаныча. Мужики не растерялись. Вышли из машины. Подняли ее. Отнесли, поставили. Проверили, что ничего не снесли. Все хорошо. Вот так вот ему голову погладили. Определили, что все хорошо. Степаныч целый. Больше мы здесь не парковались. По моим ощущениям, половина Омска сейчас живет в Питере. Потому что стоит громко сказать слово «Омск» на любой улице, в любом заведении. Мне сразу же вот так вот высовывается куча народу, которые отвечают «А какой район?». Неизвестно, где я больше провожу времени – в Питере или в Омске. Вот. Поэтому я везде дома. Как я говорю, я человек мира. Я везде живу, мне везде хорошо. И на самом деле это так. Драмтеатр обожаю. И местные постановки, и большое количество приезжих, которые здесь играют. Не горя не забуду спектакль. Единственный, наверное, на который мне удалось затащить Сашу именно в Омске. Это был спектакль, моноспектакль. Играли Чурикова и Караченцев. Это был один из последних его спектаклей. И мы очень переживали, что не удалось здесь сидеть до конца. Нам нужно было уйти в середине. Саша расстраивался. Я его таким расстроенной не видела больше никогда. Ну вот. Поэтому, ну, мне кажется, драмтеатр – это одно из таких вот прям центральных мест хороших. Вообще, в Омске очень много мест знаковых для меня и интересных, любимых мной. Я очень люблю Тарскую крепость. Мне очень нравится собор, который там возвели сейчас. Он прям такой, знаете, как бы душевный, он теплый. В Омске есть места, которые ты связываешь со своим детством. Которые связаны с какими-то событиями. И вот эти места у каждого, они свои, и их не поменять. Тот же самый мой политех, какой бы он ни был, хороший, плохой, переделанный, все равно воспоминания будут с этим местом. Та же самая спасалка. Там практически все мои студенческие годы прошли. Где-то в этой области Зеленого острова спасалки и флоры. Но улица Ленина сейчас она просто шикарная. Омск очень хорош на самом деле. Он более изысканный, что ли, стал в некоторых моментах. Он стал более стильный. Душа осталась та же. Люди практически не поменялись. Они остались такими же открытыми, такими же честными, такими же готовыми на помощь. Я никогда не забуду, когда я приехала первый раз вообще в Омск. Я заблудилась около школы. Я не могла найти дорогу домой. И как ко мне подходили и нам спрашивали, где ты, что ты, девочка. И смеялись. Говорят, ты из Москвы, наверное, приехала. У тебя, говорят, говор такой специфический. Никогда не забуду, как меня приняли в школе. И самое интересное, что сейчас незнакомые люди посторонне ведут себя так же. И я веду себя так же, как вели себя амичи, когда я только сюда приехала. Поэтому, как бы ни говорили, опять-таки, что Омск тяжелый, что Омск кунылый. Нет, это все неправда. У меня классная жизнь. У меня была классная жизнь. У меня и сейчас классная жизнь. На самом деле, я наслаждаюсь этой жизнью. У меня никогда не было скучно, у меня никогда не было серым. Я очень часто всем говорю о том, что событий в моей жизни хватило бы не на одну жизнь, а на три минимум. Потому что как-то меня бросает из стороны в сторону. Очень много чего происходит. Наверное, для того, чтобы такое происходило в жизни, нужно давать ей возможность и шансы быть открытой ко всему. Потому что, когда ты не сопротивляешься чему-то и когда ты, на самом деле, идешь по своему пути. Это не то, что когда тебя ударили по одной щеке и поставили другую. Нет, это не про это. А про то, что, если случилось что-то плохое, обязательно компенсируйтесь чем-то хорошим. И не надо циклиться на плохом, а нужно думать о хорошем, стремиться к хорошему. И когда ты в этом направлении мыслишь, обычно оно хорошо и получается. Я прям советую всем, не сопротивляйтесь, открывайтесь, рискуйте, решайтесь, принимайте и радуйтесь жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова